Какое хорошее освещение. Даже не думала, что телефон так хорошо снимает. Я принцесса. Пришли с Инанчиком поужинать. Пишут, что я принцесса. Я принцесса, да? Да. Я принцесса. Я не могу. Принцесса. Время 9 часов. Я только соблаговолила выйти из дома. Там мне писал, ты забыла про меня весь день. Ты где? Что ты делаешь? Ты дома? Ты в отеле? Ты на море? Что такое? Он не понимает. Он так через слово. Вы вкусны, что я? Это турецкий кофе. Турецкий кофе. Вот. Это потрясающе. Люблю такое. Вечером в 10-й час я это... Пока подожди, посмотрю. Сейчас я на чуть-чуть снимаю. Там салат из морепродуктов я заказала. Народу тьма. Народу тьма просто. Просто народу тьма. Но то, что это у меня поблизости. Мне завтра рано вставать. С бабами переписывается. Ну, наверное, скинь что-то. Мне завтра рано вставать. Я еду завтра на... По поводу квартиры. Мы хотим посмотреть завтра Махмудлар. Потом вот эту вот новостройку. По второму кругу. Я все же на нее нацелена. Очень хочу. Блин, буду думать. Ну, салатик принесут и покажу. Смотри, какой потолок. Я только сейчас обратила внимание. Достаточно прохладно, слушайте. Спрашивает, как он выглядит. Девчонки, как он выглядит? Напишите, пожалуйста, ему в комментариях. В срем. Это... Я дальше своего дома никуда не хожу. Сейчас протру вас. Уже. Не, лучше не стало. У меня, понимаете, у меня фронталка лучше снимает. Потому что я еще красивая. Еще протерлась, считай. Ну, короче. Я не знаю, чем я буду сегодня ночью заниматься. Ну, явно, что не спать. Короче, девки так ему надоело уже с камерой по 100%. Он, блядь. Ну, кстати, баба всегда с камерой. Ты понимаешь, что я говорю? Да, да. Девочкам понимают? Так, ты понимаешь все? Понимаешь? Я понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Понимаешь? Понимаешь. Александр Пушкин. Я понимаю. Я вас люблю. Я не хочу. Я понимаю. Кузькин. Александр Пушкин. Александр Пушкин. Девочки, знаете, как с ним познакомилась? Очень красиво, как Татьяна. Я хочу. Я не хочу. Я люблю. Девочки. Девочки, мне все равно скажу, с ним познакомилась. Короче, когда я здесь жила, это был 2018 год. я арендовала апарт был океан был океан аваркотель это вон там пляж 14 было далеко-далеко а ушел с работы это был учебный год это был ноябрь или декабрь это наверно был декабрь и представлять я на мозолила ногу я наклонилась чтобы снять кроссовок наклеить великом пластырь он остановился и предложил свою помощь девочка представляете шел дождь было очень холодно он предложил свою помощь девочки я была в спортивном костюме было с грязными волосами и став взглядами волосами тоже гляди кофе дай сигарета после короче я была с грязными волосами было очень холодно было в спортивном костюме с на нога на мозоли лаэли к пластырь клеила на улице все и в этот же день шоколад это не спустил аминана выру и определить и в этот же в этот же день мы пошли с ним ресторан мы пошли с ним ресторан русский ресторан он переехал да кстати у меня есть видео на канале это вот 2018 год мы в русском ресторане синан для меня поет слушайте это это потрясающее прям история знакомства я знакома с его мамой я все знаю как как я никак не угораздило не выйти за ним замуж я не знаю ну короче котик рядом стоящий стол и котик тут же сумки только не вас ты пожалуйста в нее сюда и дорогой за тебя девочки он не только что опять фотографировал покажи фотографию фото и ты говоришь что я очень красивая всегда девочки всегда меня фотографируют просто затем просто ну вот у него моих фотографий это миллион миллиард просто просто миллиард и он показывал фотографии сохраненные с 2018 года девочки если это не любовь то что он хранит мои фотографии его блокировала блять несколько раз за навязчивость мать девки он не был жена у него нет детей если у вас вопросы что гуляем я женатым мужиков нет нифига девочки я своим принципам не изменяю это же не нам мы ничего горячего не заказывали да не нам все убираю телефон так девочки я отключалась на секундочку не могу с вами не поделиться мы в пятницу едем в русский ресторан вовсалар в тот ресторан в котором мы познакомились там будет русская музыка очень вкусно да девочки когда мы познакомились в день нашего первого знакомства мы пошли в русский ресторан он раньше был в аланье он пользовался очень хорошим спросом но его закрыли не знаю по какой причине ну короче закрыли мы в пятницу и сума и сша и и пакет сеньки предмет юремен а девочки он пел песню фредди мир девочки это было ужасно среди это видео у меня на канале это серьезно это было отвратительно его пение это будет это было вообще-то было нечего а мы с миланкой ржали просто как умалишенные кофе вкусные я скоро буду жить в турции не буду ничего говорить не буду его радовать даже если куплю квартиру я вам об этом не скажу чем чем у там у меня почти сдавить девочки он не знает сам ни хрена но включил мне стихотворение пушкина короче пушкина я вас любил тут телефон отключиваются девочки выставляете включил я не могу а я его знаю наизусть хрена я вас любил татьяне так ежно мой вот девочки читайте мне стихи это же ты не знаешь наизусть я не хочу я хочу позитив я не хочу негатив я хочу ну смотри я хочу позитив я не хочу негатив нет. Вот. Девочка Натюрмичу говорил, что когда мы с ним вот расстались, там и не общались какое-то время, он говорил, что я люблю Аланью, я не люблю его, что я хочу жить в Аланье. С ней только для того, чтобы быть в Аланье. Девочки, вот тут момент, да, действительно так оно и было. Что, что я буду жить в Аланье? Девочки, он мне прям так, он к Миланке жаловался, говорит, что Инна меня не любит, Инна любит Аланью. А она должна меня любить, вот так вот. На переписке, там, блядь, тысячу раз удаляла, а он, девочки, а он, блядь, все мне показывает, все мне предъявляет заставку, это фигню. Я тебе так смешно вообще, блядь, не могу. Когда он салаб принесут? Кстати, хозяин заведения здесь, Хакан, и что хочу сказать, носится вот так вот, вот так вот. Из-за того, что много народу, из-за того, что много народу, прям носится по полной программе. Вот что значит быть хозяином бизнеса. Может быть нам несут салат? Вот, вот хозяин ресторана, вот это хозяин ресторана, Тома. Вот так вот. Все, девочки, мальчики, смотрите. Ой, какой прекрасный салат. 60 лир стоит. Я вам говорю, тут все примерно одинаково. У меня морепродукты, а, и у него, у тебя одинаковый? Девочки, вот, креветки, рыба. Ну, короче, я думаю, что это будет очень вкусно. Прошу прощения, я отключаюсь. Скажи, герой фитрус. Давай. Я не могу. Ты говори по-русски. По-турецки. Девочки, с ним каши не сваришь. Я его всегда прошу говорить по-турецки. Он говорит наломаном русском. Не знаю, откуда он его знает. Блядь, наверное, баб у него было много русских. Он говорит на ломаном русском, на ломаном английском, на ломаном немецком, на ломаном турецком. Девочка такая сборная солянка, как я его понимаю, это я еще не знаю. Я его всегда прошу говорить на русском, ой, на турецком, потому что я хочу учить язык. Похоже, дело только из-за этого я заведу роман с турком, с настоящим, который будет со мной, который не будет знать русского языка, чтобы я с ним разговаривала. Ну, короче, все, это прекрасный салат, креветки нам сейчас покажу. Афетлсон, вот видите, он мне только что сказал, бон аппетит. Тут не очень такое освещение маслом, ой, я это пальцем закрыла. Короче, маслом валил. Все, мои дорогие, доброго вечера.